Доброе утро, дорогие друзья. Итак, недельная глава ТЦВ. Давайте поговорим о балансе вот тех трудностей, тех сложностей, которые в этом мире, и которые мы иногда и сами себе надеваем на себя, то, что на нас и надевалось. Есть такая все время у человека тревога, он все время переживает, он все время нервничает, может быть, что-то не произошло. Знаете, как есть рассказ, что плачет, там что-то упало, а вдруг бы там что-то было, и ребенка бы уже зашибло. То есть, вот примерно так иногда живут люди. Но есть существенная разница, говорят наши мудрецы, между беспокойством и ответственностью. Беспокойство – это состояние, которое поедает тебя изнутри, лишает тебя сил, при этом у тебя нет возможности изменить ситуацию. Но тогда зачем? Зачем, если ты не можешь изменить? Ну, поспорайся отпустить ее, эту ситуацию, иначе я съест тебя. Ответственность, наоборот, мобилизует силы, заставляет серьезно подойти к решению проблемы. Пытаясь решить ее всеми доступными способами. Но она никаким образом не вызывает депрессию, она вызывает мобилизацию. Вот это вот надо постараться в себе осознать и разделить. Правильно это неправильно, неправильно это выкинуть, правильно это оставить. По большому счету все люди обременены какими-то обязанностями. Кто-то должен кормить семью, выполнять какую-то государственную или домашнюю работу, там, я знаю, следить за здоровьем. Ну, масса всяких вопросов. Но эти вопросы возникают не для того, чтобы вгонять нас в депрессию, а для того, чтобы взбодрить нас. Человек должен искать не только, вот у нас есть наш путь в физическом мире, и он должен духовный какой-то развивать себя. Обязательным образом. И знаете, вот люди иногда говорят, да это дополнительное бремя, там, я сейчас вот это, тем более это чрезмерно для меня, я и так еле там успеваю. Но на практике, когда человек принимает на себя все-таки вот реальное выполнение каких-то заповедей, начинает идти к духовности, это становится не бременем. Бог сообщает, написано в кабале, что Бог соответствующим образом облегчит ему бремя других обязательств. Так написано. Многие, кстати, признаются, что было трудно, там, вот я испытался, мне не получилось, заповеди слишком ограничивают жизнь. Вы знаете, один человек спросил другого, когда он ему сказал это, он сказал, скажи, пожалуйста, ты, права у тебя есть? Он говорит, есть. Ну, скажи, а вот правила движения ты выучил, чтобы сдать экзамен? Он говорит, конечно, да. А вы не находите, что эти правила очень вас сковывают, раздражают как-то? На красный свет нельзя ехать, пешеход, перед пешеходом остановиться, что еще, поворот надо, подфарники включать, там, ну, занимать правильную полость, раздражает? Нет? Он говорит, да нет, ну, это, как бы, положено. Он говорит, да что вы, это не скорость, а сплошные ограничения, ужас какой-то. И вот эти многочисленные правила могут показаться обременительными, но каждый человек, который ездит на машине, знает, что в итоге человек получает возможность не только сесть в машину, да, но и поехать, но самое главное, благополучно вернуться домой или доехать до места назначения. Поэтому слово вот Тора, которое мы учим, это то же самое правило движения человека в жизни. Написано это, Тора это указание, руководство. Она учит нас, как вести себя в любой жизненной ситуации. Вообще духовность подсказывает нам пути жизни, а не физический мир. Физический такое подсказывает, что не выскочим. Если мы будем следовать указаниям именно Тора, а не какие-то другие, то наше путешествие по жизни будет совершенно другим. И в итоге это будет совершенно другое в следующий, когда вы перейдете в следующий через 120 лет мир. Тоже это будет совсем другая награда. Человеку, которому важно обрести смысл жизни, постичь какую-то хотя бы истину, он должен понять, что духовные законы Творца это не ограничение, а привилегия. Этим нужно гордиться, а не тяготиться. Поэтому давайте постараемся понять эти правила движения, что на самом деле они дают нам истинную свободу. Они помогают нам не становиться рабами собственных желаний, не тратить время на глупости, а сосредоточиться на главной и по максимуму. И самое главное, мы не будем сворачиваться с магистрали вот этого жизненного пути в тупик и никуда не врезаться, а спокойно и уверенно ехать в цели путешествия. А насчет того, что важнее, почему именно надо делать, а не просто сидеть с книгой, приведу очень простой пример. Мы должны еще что-то делать в этом мире. Вот представьте себе, хозяин вызвал работника, взял бумажку, говорит, смотри, вот 10 пунктов, которые ты должен сделать, пока я не вернусь. Тот говорит, все, понял. Возвращается хозяин, он говорит, ну что, вот изучил все 10 часов, читаю. Он говорит, а делать? Он говорит, а делать не делал, я изучал. Ну то есть все это должно входить в жизнь. Вот мы должны что-то начинать как-то двигаться, и это должно отражаться на нашей жизни. Но только не уходить вот в эти, знаете, схимные, не уходить в эти мазохизм. Знаете, есть такая маленькая, понимаете, один молодой человек предстал перед своим раввином, учителем, и стал хвастаться своим благочестием. Он говорит, я одеваюсь во все белое, пью только воду, гвозди подкладываю в башмаки для смирения, голым валяюсь на снегу, лежу на снегу, чтобы там вот ухамирить себя. Плеть заставил меня, что мне 40 раз плетью давал каждый день служитель. Его подозвал хозяин к окну, говорит, вот смотри в окно, смотрит, зашла какая-то белая лошадь, напилась воды, стала кататься по снегу. Смотри, говорит раввин, это создание белой масти, пьет только воду, у него гвозди в ногах, еще больше, чем у тебя, катается по снегу, получает больше, чем 40 ударов в день. И тем не менее, оно только лошадь. И суть вот этого ответа в том, что человеческие существа служат Богу с радостью. Они должны улыбаться, они вот этим вот всем как, убивая в себе жизнь. Надо улыбаться, радоваться и идти правильным путем. Брахавы от слоха.